Небольшое отступление перед тем, как мы начнем. Падение НЛО. Чем же оно достопримечательно? Каждый апрель вручается эксклюзивная студия. Студия эта вручается нашим победителям февральским на День Святого Валентина. Итак, апрель 2021 года. Вручение студии домохозяю. Апрель 2022 года. Рея победитель студии. А у нас на 4 апреля 2023 года такой новости нет. Я подумал, возможно, с новостью что-то не так. Возможно, начислили студию, но нам об этом не сказали. Так давайте же посмотрим. Победитель День Святого Валентина. Баралгин. Чешина. Никакой студии. Товарищи разработчики, где подарок? Мы все ждем. Человек тратился, а студии нет. Ну все, давайте к обновлению. Всем привет, ребят. Всем привет. Ну а у нас 4 апреля. И, конечно, мы сегодня на инопланетном вторжении. Что же принесли нам добрые инопланетяне? Давайте вместе с вами посмотрим. Хорошая акция для тех, кто только начал развиваться. У тех, у кого не хватает арконов. Самое основное, что происходит на инопланетном вторжении, конечно же, это подарки с наноевой. Что я как бы многим говорю выкачивать. Дается по 2 аркона, допустим, на 4 уровне. Но лучше всего, если вы прокачаете 6-ю наноеву. Думаю, что у многих это просто физически не получится. Последний дроп, который у нас был на нефтебабблы, показал, что, чтобы выкачать хотя бы несколько уровней, потребуется немножко больше усилий. Но хотя бы бесплатки нам оставили. Ну, хотя бы 25 ящиков простых, которые вы спокойно можете нафармить. Так как игры разума, думаю, вы прокачали. Вчера же был последний день. И хорошо качнете. Ну, хотя бы 4-й, 3-й уровень точно качнете. По 2 аркона получать будете 100%. Вот для самых начинающих, где-то только пришел, вам нужно хотя бы 3-й уровень на 10 дней. Даст возможность вам 20 арконов получить. Среди них может быть даже идеальные, которые действительно могут быть очень хорошие. Топы, сразу говорю, прокачают все до 10-го и будет вообще все просто. Итак, кольцо зверей. Кольцо зверей очень классный артефакт, но подходит чисто для топовых уровней. Именно 26-е уровни, 30-е уровни качают кольцо зверей. Я буду его вытаскивать чисто с бесплаток. Тратиться на него я не буду. Вот тратиться буду, возможно, на наноеву хотя бы, чтобы качнуть 6-й или 7-й уровень. Возможно. Но это тоже не факт еще. Я посмотрю, как будет падать. Некоторые, возможно, видосы посмотрю на ютубе. Некоторые видосы буду от подписчиков смотреть, как пойдет. Ну и прикольная вещь, новая вещь. Появился питомец. Итак, рокет 18-го уровня. 18-го уровня это просто круто. Как вы знаете, рокет по своей специфике это атакующий юнит и имеет полностью атакующую специфику. Так скажем, давайте. У него все навыки на атаку. И последний, и последний, конечно же, из тех, что есть, это тоже атакующий навык. Причем на 18-м уровне рокет при выходе делает 6 выстрелов. По 250% от своей силы. Так что, если вы качаете именно рокета, ставьте ему максимально арконы на силу. Ибо ему сила очень хорошо понадобится. Ну а из веселого. Завезли у нас на территорию инопланетян. Диски бить в максимальном количестве. Ну, такое проходное. И на все про все, ребят, у вас 20 дней. Эта акция ровно на 3 недели. После чего начнется биржевой кризис. Так что, если есть возможность, тратите на эту акцию по минимуму. Здесь больше серьезного и интересного ничего нет. Наноева, царь зверей и рокет. Те, кто будут качать, ну, ребят, честь вам и хвала. Но рокет все-таки является атакующим петом. Поэтому для более низких уровней он не нужен. Так что задумайтесь, нужно ли его качать вам или нет. Счастливо. Счастливо.